Здравствуйте. Добрый день. А что у вас так? Света-то у вас нету. Осветите себя. У нас уже темно. Ну что, света нету? Включить. Сейчас. А то одна темнота. Я всегда, когда в компьютере работаю, свет выключаю. Ну, лучше обзор. Включите, чтобы видно было. Хорошо. Вот. Так, поднимитесь повыше, чтобы видно было. Вот так. Ну, добрый вечер. Добрый вечер. Где вы живете-то? Я живу в Ямал-Ненецком автономном округе. Понятно. Это далеко, наверное, от вас. Так. Вы знаете, что у нас все записывается, выставляется в интернет. Часто просматриваем ваши вводики, да? Так что у вас никаких не было претензий. Вы не возражаете, что все выставляется? Ну, вы, наверное, выставляете только с согласия самого собеседника. Согласен. То есть, если не согласен, у нас недавно один пришел, и я не согласен. Я его выключил, и навсегда вычеркнулось. У меня это не надо. Мы говорим о добром, тратим время. Люди желают это видеть. Тайны никакой нет. Никакой конфиденциальности мы не играем это. Я вас хочу спросить. Вы согласны, что выставляется? Я? Пожалуйста, можете выставлять. Да. Говорите, пожалуйста. Чем могу быть полезен для вас? Ну, я бы... Я рад уже тому, что вижу вас, и я всегда поражался вашей энергией. Потому что в вашем возрасте иметь столько энергии, это просто... Это божий дар. Да, конечно. Что-то замкнуло. Не идет. Так, подожди. Что-то замерло. Вам не слышно, наверное? Какие-то, смотри. Неполадки в интернете. Неполадки в интернете. Соединение. Ну, что сказать. Может быть, еще зайдет. Ямало-Ненецкий округ. Это север. Там у них холодно, наверное. Холоднее нашего. Ну, а что сделаешь? Ай, вот. Он сейчас из биографии маленько скажет, что у него там есть. Прошу возраст. Видишь, он выключает свет, когда работает с интернетом. Я не знал такого, что... Вот. Нет, он у меня включеный. Работает. Еще нет. У меня всегда ответ один. Была бы польза. Когда спрашивают что-то. Или интервью беруты. Была бы польза. Это главное. Вот он долго-то не заходил. Видимо, у него не срабатывал. Удивляются энергии мои. Ну, вот. Видишь, как. Я думаю, сейчас он снова зайдет. Брякнула она. Вот. Я все удивляюсь. Вот это скайп. Еще год назад у меня мало было встреч. А два года вообще не было. Ну, может, один-два раза. Я не выхожу. Я даже не знаю, как выходит это. Никому не звонил. Ни по телефону, никак. И хватает разговоры. Это вот Господь так делает. Он правильно сказал. Это Бог дает. Вот нет его. Мне, конечно, жаль. Он выключал, а теперь ничего нет. Кроме того, что мы здесь находимся. Вот он, Кармелак какой-то. Ноябрьск написан. Да. А то фамилия его Кармелак. Вот он, вверху. Кармелак. Это фамилия такая его или звать. Надо расспросить будет. Ну, вот он, видишь. Выразил удовлетворение, что мы встретились. Ну, нету. Но нет спроса, нет, говорят. А может быть, будет еще возможность соединиться. Я вот смотрю, Сергей Козлов. Он сколько трудится. Опять выставил. И беседу с Юлией выставил. И занятия Дебунова. И Новый год елка. Благовестие. Он еще там у нас, где пустые такие ролики были. Ну, то есть, идешь пока, почти никакой встречи. Так он выбрал, видимо, что-то. На 36 минут и 4 секунды. Вот она у него. Оставил первый. 35 минут. 35. Но я его даже не вижу. Для меня 36 минут показалось. Вот. Вот у нас самое большое по плейлистам, это беседы по скайпу. Я так назвал плейлист. Много другие есть там где-то. Путешествия наши. Но это больше всего. Потому что почти каждый день новые беседы. И при том беседы с Юлей будут еще, я могу сказать, заранее. Вот Шаповалов заранее договорился, чтобы нам только не обидеться. Что мы только начали беседовать. Вот Шаповалов – это ответ на молитву. Я просил все время с таким баптистом познакомиться, чтобы серьезно было. Можно было, как в момент, когда я обратился 53 года назад у баптистов, какие были люди. А сейчас они не похожи на тех. Они еще только пляшут, крутятся. И все мирское. Никакой серьезности нет. А сохранить себя действительно непросто в этом мире. Энергию Бог дает. А то, видишь, он поисчез. У меня сразу к нему вопросы кое-что. Хотел спросить. Вот придет, не придет он сегодня. Что-то случилось? Наверное, с сетью что-то. Вам сколько лет? Мне 35 уже. Мне 75. Это очень много. В наше время. Ну, в наше так. Моя биография-то такая, ее, говорит, можно разделить. Я ее читал. На несколько человек можно разделить. Да, я ее читал. Так, я хочу вас выслушать. Что вы хотели бы узнать, спросить, чтобы время зря не потерять нам? Давайте. Что бы я хотел узнать? Я бы хотел узнать, откуда у вас столько смелости, чтобы вы все это бросили вызов всему этому православию, который творится сейчас. От Бога. Это Господь избрал на это. И мы сегодня, вот смотрите, будет выставлено, это пятая беседа с Шаповаловым, с Баптистом из США. Вот сегодня была большая беседа, почти полтора часа. И он еще как-то застолбил, чтобы еще было. Когда молишься, Богу доверяешься, а себе как-то забываешь это все. Но мы видим, что начинаются кое-где признаки жизни. Там и пископы, и священники. Внезапно проявляются мои книги там, где я даже не посылал их. Вот сегодня только об этом говорили. И между собой делятся, говорит, книги, которые буквально башню сшибают. Вот Андрей Кураев это увидел и узнал. Почему? У меня нет ни образования, ничего, у меня есть только любовь. Я знаком с ним, беседовал с ним. Приезжал сюда у меня за книгами, брал книги. Я с Кураевым знаком. Да, да. И вот когда спрашивают, что, в каком человеке вы заметили. А вот тот человек о вас говорил плохо, или этот хорошо. А мне это разницы нет. У меня один вопрос, любит ли он моего Господа. Самый главный вопрос. И мы будем друзьями, мы найдем общий язык. А если он ко мне хорошо относится, это все временное. Если он не любит Господа. Вот параметры, по которым я завожу дружбу. Вы знаете, наставник Игнатий, вот я заметил у вас одну особенную черту. Вот из ваших доказываний сейчас. Дело в том, что не каждый священник. Каждый священник пытается заслонить собою, своей личностью, Христа. Поэтому все прихожане в храме не видят никого, кроме священника. О Христе забывают. А задача каждого священника – это привести человека к Богу. Вот он. Да. А здесь нет. Вот я говорю, я бывший баптист. Но когда я читал о православии, я понимал, что там истина. Иоанна Златоуста, Василия Великого – это люди, которые бросали вызов всей церкви из истории. Понятно. Всем, всем епископам, всем. Но когда меня привели к православию, я не мог понять. Действительно, то, что пишут там, оно не соответствует тому, что творится здесь. И я понял, я вспомнил слова Христа. Приближаются ко мне люди, которые чтут меня устами. Сердце же их далеко отстает от меня. Я говорю, это что, это путь к Богу? Это не путь к Богу. Мне твердили, приходи в храм каждую субботу. Совершенно верно. Дальше что? Неужели? И все. И вот эта граница, за которой дальше священники просто не призывают народ. Не обязательно понимать, что читают на службе. Ты, главное, там будь. Нет. Если я остаюсь без плода на этой литургии, значит, зря мой поход с дому в храм был. Значит, я зря проделал этот путь в храм. Я ушел без плода, как и пришел. Мало, мало проповедей. Я очень поражаюсь. Вы вот иногда проповедуете сам воно. Замечательные проповеди. Дело в том, что вы не боитесь обличать. А Дух Святой, когда приходит, он вначале обличает народ о грехе. В наших церквах о грехах боятся говорить. Вы уже нам не говорите про плохое. Давайте только о хорошем. Нет. Иначе исправления не будет. И поэтому, когда я увидел вас, я говорю, вот человек, подобно Исаии. Кто пойдет вместо нас? И Исаия сказал, я. Сейчас не найдешь. Воскресел. Сейчас не найдешь. Поэтому вы меня поразили. Вашей смелостью. Мало. Охота бы, чтобы были люди молодые, которые бы последовали уже в молодом возрасте тому пути, которым вы следуете. А их очень мало. И это, могу сказать, свое мнение, оно не обязательно правильно. Оно всегда так было. Очень мало даже в израильском народе, кто хотел бы пойти и сказать всему израильскому народу. Вы во грехах. Таких очень мало. Таких очень мало. И я благодарю Бога, что все-таки кто-то слышит ваш голос. Да. Слава Богу. Я ушел с местной церкви, потому что я вам писал, мне кажется, что это люди, которые думают больше о том, что попадет на их стол, нежели их не интересует праведность и святость своих прихожан. И вот вы помните двух сыновей Ильи? Да. И священника Авиафара, священства Авиафара, который, когда восцарился другой царь, он там же был сразу же с ним. И Давид сказал убрать его, призовите мне Садока. Бог сказал тогда еще, говорит, я не удалю от вас священство Авиафара. Оно будет, и оно продолжается по все дни. Вот оно, священство Авиафара, который думает о себе, нежели о пастве. И я благодарю, что встречаются такие люди, как вы, которые могут вызвать... Действительно, вы хорошо сказали в видеоролике, мне все равно, кто передо мной. Я знаю, что рядом со мной Христос. А кто передо мной, это Земля. Действительно, Земля. Поэтому спасибо вам, действительно. У меня к вам очень много вопросов. И по Писанию. Ну давайте по порядку, по Писанию. К Писанию? Да. Их так много, что даже не знаю, с чего нет. Ничего, ничего, любые задавайте. Мы посмотрим. Если Господь позволит, я постараюсь ответить. Люди приходят не к нам. Я вижу, что вы пришли, то не ко мне. Моя задача только озвучить то, что сказал Господь на ваш вопрос. Согласен. Скажите мне, пожалуйста, А вот почему все-таки православие нынешнее мало уделяет время Евангелию? Неужели оно так стало устаревшим, что мы действительно, даже как по временам Христа, больше верим традициям и преданиям, нежели тому чистому слову, который говорил апостол Павел, который говорил апостол Иоанн. Отвечаю. Первый вопрос. Проповеди о рождении свыше нету. А все от этого зависит. Живой или мертвый? Я ставлю только два вопроса. Первый. Рожден ли свыше и движим ли ты Духом Святым? Слышишь ли Его голос? Все. В этом все. Все поступки. Сколько ты спишь, сколько ешь, как заводишь дружбу, как готовишься к смерти, как прославляешь Христа. Это делает Дух Святой. Почему? И Христос сказал, когда Дух Святой придет, то что? Обличит о суде, напомнит о правде, о грехе, о правде, о суде. В первую очередь о грехе. О грехе. Самый главный грех в мире. Христос назвал, что не верует в Меня. Все беззакония, весь уголовный кодекс от того, что не веруют. А раз Он не верит, поэтому для Него преграда никакой нет, совести отсутствует. О суде, о правде, что иду к Отцу Моему. Вот в эту правду нужно поверить, что Он ушел, а отсюда вывод. И снова придет. И снова увидите Меня, грядущего на облаках. И о суде Божьем, что за все будет суд. А вот это третье мы должны поставить на первое место. Потому что на первом месте начало мудрости, страх Господень. Притча 1.7. Салам. Если, как об этом говорит Игнатий Бричанина, другие, как сейчас баптисты, любовь, 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 Бог, любовь, любвисты. И батюшки такие. Если ты говоришь о любви, не испытав смертный час, страх оказаться на левой стороне, начни сначала. Ты еще не начинал. Потому что, Иоанн Златоуц говорит, многие презрели бы обещания будущих благ, если были бы свободны от наказания. И посему наказание, угроза адом, содействует спасению более, чем Царство Небесное. Потому что мы так живем, что нам везде нужно красный свет ставить, остановить, везде полиция, милиция, государство, законы, гражданские, уголовные кодексы. Так Бог сделал. А почему? Иоанн Златоуц говорит так, что Бог это сделал, что душа так крепко соединена с телом, что когда мы наказываем ребенка, или кого-то, то врачуется сама душа, тело. Почему? Говорит, не жалей розги, чтобы впоследствии утешаться. Так утешаться будешь уже, когда душа будет у него зрела. А ты накажи его, не умрет, а ум его пришьешь. Вот как, с чего надо, страх. Вот это страх, который Господь дает, вот мне Бог дал его с самых малых детских лет, когда я ничего не знал, кроме того, что есть Бог, есть ад. Вот когда говорят, ну вот я хожу в церковь, там священники, как попало, что-то делают, и он на что-то надеется. Я не делал, что люди делают. Я ни разу не сказал скверного слова за всю жизнь. Я не знал, там женщин, то есть это, воровство, ничего этого не знал, но я знал, я буду в аду. То есть меня нельзя было обольстить. И хотя бы тысячи человек мне твердили, ты будешь в раю, я знал, я погибший, я грешник, и я молился, когда только, ну, любил милостыню, там копейки со стипендии дать бабушке. Почему? Мне приятно было, что она сегодня наестся, она не голодна, а не то, что там от царствия. Хотел научиться молиться за едино умершего. У меня отец, тя, те, мама умрут, а я помолюсь, а я буду в аду. До времени, когда прозвучал голос Божий, передо мной открылась Святая Библия, я обратился среди 50-ников, вы знаете, и вот, мне 5 минут было достаточно. Я встал, когда с молитвой, я на себя взглянул, я совершенно чужой человек, для того, который склонился, и который встал. Это два разных человека. И мне не надо было говорить, иди и говори. Я мгновенно из меня, как пламя не огня, вырвался. Я только что сел на Лоцманске, наш катерок, корабль через фальбор, шагнул, и первому матросу стал сразу говорить. Все. И так прошло в этом накале 53 года. Вот зачем вы поехали, мне говорят, там написал книги, я никогда вопроса эти не ставлю. Я на молитве все это получаю. Я вот встречался как-то председателем или как секретарем у них поэтов Алтайского края, старейший еврей, юдалейший Марк Иосифович. Ну, я одно стихотворение прочитал, так он аж от меня отшатнулся. Это ваше? У меня ни одного такого нет. А у него там книжек этих, я не знаю, десятки где-то. А где вы тему берете? А у меня вот иконы, называется «Красный уголок». И вот Лестовка. «Три святого и не меньше семи раз в день быть на молитве». Псалом 118 и 164 стих. Весь вывод. Вот сегодня этот баптист мою книгу, он там попросил книги, заплатил, все. И ему родственница увезла в Америку. Он сейчас мне показывает. Вот сейчас ролик вот-вот-вот поставлен будет. Его там Сергей ставит парализованный. И вот он показывает мне мою книгу к истинному православию. Вот я, говорит, читаю. Он везде готов подписаться. Ну, действительно не читал. Я 40 лет собирал материалы. Так вот, я эту книгу читаю, я не пойму. Или я православный, или вы баптист, говорит. Баптист. Он никогда этого не встречал. Почему? А я без приглядки в глаза сказал это. Я на молитве у Бога выпрашиваю, в первую очередь сказать или не сказать. Радуйтесь всегда. Радуйтесь, написано еще раз радуйтесь. 11 раз в послании к филиппийцам. Павел говорит, будучи прикованы к стене, к сырой. А рука пишет радуйтесь. Радость спасения, радость свободы во Христе. Где Дух Господень, там свобода. И когда я разговариваю со священниками, они соглашаются, что там, вот они там упускают, не то. Но я когда говорю, вы бесталанные, тут не соглашаются. Как они? Академию кончил там. Бесталанные. Я объясняю, почему. Вот смотрите. Вот это наши качества. Себелюбия, не отвергся себя, не буду, не слышу голоса Божия, не иду туда, куда послал. Вот нужно все это сломить. Дух Божий носился над водой. Для Духа Божия не может быть препятствия. Он тебя побуждает, а ты молчишь. Бог не будет тебе завтра, послезавтра опять стучать. Он нежно дал тебе знать среди ночи, встань на молитву. Он посылает тебя, как Исаия, выскочил, я пойду, я готов. Вот вы напомнили его. И внутри меня был как бы разлитый огонь. Нужно жить просто, не усложнять ничего. Тут как-то один еврей написал статью большую обо мне. Он пришел на дом, взял интервью, и вот говорит, сколько... Я разговариваю с Лапкиным и говорю, ну а что у вас не нравится что-то? Я говорю, не нравится мне, что я русский. Как так? Это самая большая беда моя, я говорю, что у нас на русском языке нет богослужения, народ не понимает, и я разрываюсь. Понятно? Так вы такой патриот, и вы вдруг... Ну, потому я так и говорю, что я знаю, Патер там, отечество моего там. И для этого я все делал. И он тогда пишет, вот самое сложное сказать простыми словами, в этом весь Горьк Лапкин. Да. Любые слова эти, даже слово проблема у меня, чтобы не встречалось. Нерешенный вопрос. Вот такими словами не застарять. Вот духовность. Это Горбачевское слово. Нет такого в Библии слова. Нету. Вот священники говорят, народ надо окормлять, окормлять это, прищищать. Ты открой слова Режек. Окормлять означает перекармлять и отравлять, отравлять. Вы еще делаете это. Многие больны, немало умирают. Вы все кладбище, я говорю, наполнили покойниками за то, что недостойно прищищаете. Человек должен понимать, что не рассуждая о теле, написано, принимает. А как? А их приучили так, священник, это главная фигура, вы метко так сказали. И вот он, что чашу держит, вот так кровь, это все здесь. А о Голгофе, что кровь, он об этом народ и не знает ничего. А вот как раз и показать, что чаша, это как раз происходит оттуда. Когда то знает, тогда это я принимаю с трепетом. А когда нет ничего, это просто, ну, один из священных моментов, из которого люди сети же сделали. Я прищищусь, и все, батюшка этим играет. Не будешь слушаться от лучей от причастия, ты сдохнешь под забором. Вы знаете, наставник Игнатий, я вот считаю, что действительно, вот вы говорите абсолютно правильные вещи, потому что я смотрю, прищищает всех, кто был на исповеди. И даже вне зависимости от того, что я через неделю опять подойдусь к теми же грехами, священник должен рассудить немножко. Этот человек не собирается прощаться с грехом. Он собирается просто исполнить три важнейших, важнейших в кавычках, заповеди церкви. Это крещение и исповедь причастия. И так до конца дней и ты пойдешь туда, где Христос. Но я, например, замечаю в Евангелии нечто другое. Все-таки на протяжении трех лет, когда проповедовал Христос, причащает он все-таки только двенадцать, а не всех тех, кто слушал его. Вот такое у нас творится в церкви совершенно другое. Всякий, кто был на богослужении, исповедовался вне зависимости. Христос испытывал и наставлял три года. Вас как звать? Меня Игорь зовут. Игорь, я к этому добавлю, не посчитай, что там прервал. Дальше понятно. Я хотел сказать вот что. Вы как раз говорите то, что говорил Иоанн Златоус. Если священник причащает не накладывая пятиемии церковного наказания, он гибнет сам и губит того, кого причащает. Я называю сегодня положение в церкви это не кладбище, а скотомогильник. То есть скот, который сдох. Когда я говорю, не разумел, был я как скот пред тобой, Давид говорит. И люди вообще ничего не знают. Ничего. Как можно учить? Да народ тупой. Я говорю, почему адвентисты, баптисты не говорят тупой? Потому что они его учат. В Германии он родился, вот такой у него рука завернута, он какой-то головой крутит. Его не бросают, его учат. И он уже в 20 лет первый раз пошел помогать кому-то и накатал там эти обои. Он довольно веселый. Он заработал пять марок впервые. А у нас он перед церковью будет руку протягивать. Мы должны смотреть и брать добрые. Слова Христа. Эпитимия что означает? Ну допустим. Наказание. Смотрел Кашпировского. Смотрел. Восемь лет отлучает от церкви. Восемь лет. А если Кашпировского принял, накормил ведьму, на два года отлучаешься. А если этим занимался, энергетикой, экстрасенсом, на 18 лет приравнивается к вольному убийцу. То есть ты заранее спланировал, пошел и убил. Вот эти наказания сегодня, священник говорит, если я буду так наказывать, то в храме никого не будет. А зачем? Во-во-во-во, как раз хотел тут, что вам сказать. нечем будет. А вот как раз занимается церковным правилом, что действующих правил сегодня 719 церкви и 413 ежедневно целенаправленно нарушаются. Да как так? А у нас, я говорю, ни одного вообще не нарушается. Ни одного правила. Ни одного. Почему? Мы на страже стоим. У нас специально выбраны люди, наблюдатели, смотрят, кто нарушает их по уставу, сделал замещание. Как у нас во время службы нехождения нету, мертвая тишина. За 7 минут раньше мы входим в сам храм, полная тишина. 7 минут. Мы молимся благодаря за неделю, чтобы у батюшки были огненные служения. И тогда врата царские отворяются, начинается богослужение. Нашего порядка нигде нет. Никто этого не знает. Я знаю, поэтому я обращаюсь к вам. Мы к обещанию готовим, вот я в университете преподавал, 450-500 часов. А они придумали две беседы по 40 минут или по 20. Ничего не дают. Во-первых, с людей не спрашивают потом, как вы усвоили все это. Ничего. Священник, нынешний, я считаю так, он идет как на работу. Он считает, что он на работе. Это не образ жизни, это работа для него. Пускай работа. Порой, когда ему звонишь, его спрашивают, батюшка, он говорит, я сейчас не на работе. Вы представляете? Христианство – это не образ жизни, это время работы. Вот с 8 до 5. Вот поэтому, действительно, вы здесь заметили очень правильно, и я согласен с вами, что у священника. Нынешний, я не буду уточнять, но действительно, оно, если, вы знаете, народ нынешний даже так относится даже к причастию, что даже если его отлучишь на 4 года, на 5, да он бедный и так десятилетиями не причащался, поэтому ему 5 лет и 5-ми ничего не скажет. Да и слава Богу, да и ради Бога. Для него, он не испытывает страха перед тем, что его отлучат. Потому что тот человек, который испытает страх, он не будет повторять те грехи. Отлучить от причастия это очень серьезно. Не испытывает. Почему? А нет наставлений. Человек не боится потерять Христа. Да видите как? Вот допустим, назначили, женщина совершила прелюбодеяние. Отлучается на 12 лет. И эти 12 лет разбиваются на 4 части. Первая часть плащащая. Это четвертая часть. 12 лет это 6, получается по 3 года. 3 года. Притом она должна все время ходить. Она в храм не запускается. Она не будет ходить, не будет заходить, это твоя душа. И ходит, да, ходит и плащет. Но, если заметили, что очень искренне раскаивается, одну треть епископ может снять эпитемию. Дальше вторая часть. Припадающая. Когда он приходит, в храме может стоять, поклоняться, оглашенные из-за дети выходят. Дальше слушающая. И четвертая часть, куп настоящая. То есть, вместе с верными стоит все литургии, но не причащается. Этого нет у нас. Ничего этого нету? Нет. Знаете как? Забыли. Да хоть и правил-то никто не отменял, в книге правил все написаны. Так, не отменяли ему. Понимаете, я поэтому говорю, нынешнее православие, это есть институт добычи. Я как-то говорил проповедь, сейчас могу маленько ошибиться, в то время государство, видите, меняло границы. То ли это очень западная Украина, или Молдавия была. Большая баптистская общая, много людей было. Примерно 450 человек. И когда я сказал проповедь, Пресс-Питер встал и вся община подтвердила, мы все готовы перейти в православие. Но они мне поставили одно условие, которое я не мог выполнить. Вы нам покажите то, что говорили на практике. Вот у нас молодой священник здесь, он с Хариской бросил матушку с двумя ребятишками, а сам с ней выехал. Понимаете? То есть они мне говорят то, что у них есть. А я говорю, как должно быть? Если бы тогда была наша община, мы бы показали, но тогда мы... Этого нельзя было. Это никак. Вот это... Вы знаете, я действительно не вижу... Я когда пришел, начал осваивать в православие, и когда я начал работать при храме, мы сели в трапезной кушать, каждый перекрестился, прочитал молитву. Я повторил все. И я подумал, что мы сейчас будем говорить о Евангелии, о чем-то, потому что корни из баптизма, мы в любом месте всегда говорим о Евангелии, о Христе. Но каждый говорил о своих делах повседневных. Я подумал, может, момент не тот, но я смотрю на второй день так же, и на третий день так же. И эти люди говорили о Христе только лишь всего полтора часа на службу. Потом Христос исчезал. Это было серьезно для меня, потому что я отошел от Евангелия постепенно. А почему? Вот вы для того и пришли, чтобы пробудить. Вот вы здесь не правы. Вот я вам сейчас скажу. А дело в том, что когда ты начинаешь говорить о Евангелии, о чем-то, то священник увидел это, он подходит к тебе, а тебе кто разрешил-то? Понимаете, устав. Не устава, а их правила. Тебя кто-то благословлял? Да даже сами прихожане, которые видят, если ты им говоришь о Евангелии, что-то, а тебе кто благословил говорить? Понимаете, для них неприемлемо говорить о Евангелии, кроме как священнику сам вона. Неправда. То есть вы правда, как у меня, допустим, те годы, когда я еще не был с чтецом, я выхожу из храма и тут же на паперте высокое крестовое начинаю говорить. Да, были, служители хватали. Я спускаюсь вниз, опять в ограду и рядом около храма. Тут же сразу собирается толпа. Я в Москве точно так же перед каждым храмом только выйду и сразу вокруг толпа. Помню, я вел занятия во всех отделах милиции, линейное отдело-то при железнодорожном вокзале. Ну, я иду, человек поздоровался и сразу мы о Христе заговорили. Я стал говорить один, второй, третий. Один побежал там, который почтовая тележка возит, притащили тележку, я на него залез, а кто-то побежал жаловаться в милицию. А я-то с ними веду занятия. Подошел он и меня по плечу колотит. Так, гражданин, тут я обернулся. Ой, извините, пожалуйста. Откадырял и пошел. Понятно? Это Бог за тебя. Дальше я еду в вагоне. Ну, кому-то не нравится. У нас так плотно общий вагон, что проводник не может пройти по вагону нигде. Столько народу набилось-то. Но один мужик пошел и в милицию призвал. Милиционер подошел, постоял, сел. А мужик-то смотрит, что он когда у меня рот затыкать будет, а он никак. Мужик тогда достаёт лимонад, мне ты давно говоришь, у тебя горло пересохло. А милиционер ему, ну-ка, сядь на место, а то я тебе найду место-то. Милиционер слушает, он привел мне охранника. И охранник этот сидит и дальше ещё говорить. Как я один раз четыре часа подряд проповедовал в ресторане, в поезде, когда ехали. Четыре часа подошел сотрудник КГБ, вот так вот подошел и корочку показывает. А я вспоминаю, как это, директор вот так буквой Ф подошла. Ты сотрудник, да ты вчера на корочках чуть тёпленький уполз. Вот разве, извините, сразу сел. Ну, тогда всё начнёшь рассказывать, это Бог делает. Наставник Игнатий, я понимаю, когда действительно в других местах могут запретить, но когда это в храме запрещают. В храме я не должен говорить, в храме нет. Не, не в храме, на территорию, между прихожанами, сели в трапезной, говорим о чём-то, рассуждаем. Но вы попытки не разделаете, Игорь. Я вам говорю, вот я приезжаю. Я мирянин, но знакомый. Вот, допустим, Берстенёвский храм, это 200 метров от храма Христа Спасителя, это старинный такой храм. Там игумен отец Кирилл Сахаров. И вот это всё ролики стоят. И вы посмотрите, как я начинаю говорить, он заранее уже настраивает микрофон, и всё, и всё это записывает. И сколько людей он пригласит. И тут же в интернете поставили у нас в воскресенье встреча со всех городов, чтобы успели приехать сюда. Бог делает, обстановка меняется. И вот не останавливается. Я знаю, церковь православная, это церковь Христова. Истина есть, но у истины не истинные служители. Вот беда. Совершенно верно. Забыли Бога. Забыли Бога, а некоторые даже не знали. Поэтому для него это профессия. Забыли Бога. У меня как раз возник вопрос к вам по этому поводу. Мне почему-то в одно время казалось, и сейчас порой вот так размышляю, я считаю, что это из-за семинарий. В семинарии сейчас может поступить любой. Он продержится пять лет кое-как, показывая добрую совесть перед преподавателем, чтобы его рукоположили. А потом он начнёт своё действие таким, каким он был. Мне один пишет, он заканчивает семинарий, сейчас скажу. Закончил, и говорит, мне пишет, ну вот как вы посоветуете мне? Одни говорят, нужно на приход идти священникам или в духовную академию. Я говорю, вопросов нет, ты должен идти в академию. А почему? Потому что на четыре года позже будешь портить старух. Справедливо. Правильно. Пока учишься тебе. А он перед этим только был в ресторане, и там случилась драка, и он за своей девкой был или с кем-то другому ударил и щелюсть сломал. И вызвали милицию, а он под котлом где-то там спрятался. И мне пишет, ну, я какой могу тебе дать совет? Я был готов идти в семинарию даже. Я не смогу так. Да. Мне пишет один знакомый, приятель, хороший, он сейчас священник. Говорит, Игорь, ты не сможешь быть священником. У тебя рот не замолчит, говорит, говорит, а епископ с меня говорит, епископ подходит и говорит мне так, дорогой мой, ты там у бабушек своих на приходе о Евангелии говори, но не мне. Ты мне должен давать по 300 тысяч в месяц. Вот и все дела. Мне они не говорят это. Я когда беседую... Вам не скажут, я говорю, что у меня знакомый священник есть. Ну, я знаю. То есть это у меня как бы, может быть, и опыт, и, как говорится, уже что-то, какой-то авторитет. Видите ролики, они к нам приезжают, когда за столом священники вряд сидят. Даже за... Да, да, да. Видели? Я в епархии говорил один час, десять минут, представьте. Сейчас, десять минут. Полное молчание. Почему? Бог пробуждает сердца. Секретарь епархии сказал, под каждым словом я могу подписаться. Совершенно верно, потому что, вы знаете, вот, у вас не просто слова, они знают ваш образ жизни. Да. А потому что, вот как раз к вашим вопросам тоже было, а разве в православии не проповедуется? Оно проповедуется, но нет образа жизни. Оказывается, это фальшь перед Богом. Разве сатана не приводил Христу и слова из Писания. Это тоже своеобразная проповедь, но она была направлена для искушения. Поэтому священник может сам воно все красиво говорить, все правильно, но он сойдет сам воно и будет жить так. Я вот как-то вам писал, наверное, что сними рясу и крест, и ты не отличишь их от мира. А только благодаря образу мышления и правильной жизни можно отличить христианина от нехристианина. Вот я такого мнения. Вот у одного читал я, он говорит, я решил такой прозрительный вроде бы пойти и у него узнать. Ну, почему в церкви вот такое? Я пришел, говорит, а он обедает. Он говорит мне, ты пришел узнать, говорит, почему в церкви так плохо. А потому что книжники и фарисеи сели на Моисеево седалище. Их никто не садил, они сами залезли. И опять продолжает в чашки. Я, говорит, постоял, пошел, а потом, говорит, думал не один год. Говорит, действительно, их никто не звал, призвания нет, Господь их не призвал. Они сами залезли. И все, и он думает, что там будет всегда. Потому что обратили в училище. Хочешь, пойди, поучись, потом станешь священником. Уже не как было раньше, избирали из прихода более-менее очень такого серьезного человека, который расположен к вере, и его рукополагали. Нет. Пожалуйста, иди научись. Да и они учатся кое-как. Я говорю с семинаристами порой, это глухой номер. Все, что можно было, все, что я могу услышать от них, это креститесь, причащайтесь. Ребята, а где заповеди, ведь не крестись, причащаться, причащаться, скорее всего, не заповедь. И самое главное у них, чаще исповедуйся, чаще причащайся. Вот, вот, ага. Чаще исповедуйся, чаще причащайся. А это можно делать только в том случае, когда часто грешишь. Когда, да, а когда, если ты живешь в Боге, тебя не надо к этому побуждать, ты сам чувствуешь, сила иссякает, не будете причащаться, не будете иметь в себе жизни. Совершенно верно. Вот у нас принято четыре раза в году, когда пост, вот рождественский пост, сейчас все, сегодня исповедников много у нас, и завтра причащаются. Володя, завтра я батюшке скажу ему, чтобы заснять причащиков. Мы давно уже не снимали, показать как. А то некоторые уже спрашивают, когда у вас причащаются. Вот, я вот что хотел сказать вам. Наставник Игнатий, я хотел вас как раз насчет причащия снимайте на видеокамеру. Это же все-таки тайна за закрытыми дверями. От иудеев. Да. Вот как вы думаете? Ну, извините, вы, конечно, делаете как знаете, у меня просто возник вопрос. Все-таки это, когда Христос собирает двенадцать апостолов, это должно было быть сокрыто от посторонних глаз. Потому что происходит нечто серьезное. Смерть грозила, Игорь. Тут нужно понимать обстановки. Вот к нам приехал Михаил Масленников, фотограф, а он фотографирует в алтаре, где служит патриарх. И он приехал к нам по благословению. И он там снимает, ну, а старые закалки, ну, что тут крутится под ногами? А патриарх Алексей Второй сказал, не надо, это наша история. Потом мы эти кадрики будем искать. Тут ничего особенного нет. Тайна Исповедь прошла, а тут ничего больше не говорится. Как прищищаются, чтобы люди спрашивают, видно было. Вот патриарх прищищает везде все, мы сами не выдумываем ничего. Вы правильно сказали? Написано, таинство веры хранящее. И когда нужно было говорить о теле и крови Христовой, Иоанн Златоуст в церкви говорит так, верные знают, о чем я говорю. Потому что стояли не верные, они подыскивались, извращали слова, и поэтому воровали при счастье, волхвовали. Почему Иоанн Златоуст и вел теперь, чтобы ложечкой в рот вытерли из опивков. А Даяна Крестителя давали в руку, а другие стали приносить золотые сосуды, и он выговаривает, рука почтения перед Богом, чем золотой сосуд, берите в руку и вкушайте. Хорошо. А вот здесь наставник Игнатий, скажите мне, пожалуйста, ведь когда говорится оглашенные изыдите, значит оно должно быть от мирских глаз сокрыто, все, что сейчас будет происходить, остаются свои. Да, свои остаются. И если снимать на камеру, мы выносим то, тем, которые не должны были видеть, могут увидеть, что происходило. Мне кажется, здесь можно. Они видят, это все сегодня известно. Известно, все-таки нам не нужно передавать то, что мы их изгоняем, оглашение изжидите. Все. Порядок соблюдается. Еще двери-двери премудростью и вон. Двери-двери, то есть я... А у нас нет, у нас не соблюдается, у нас просто читают и все. Вот престол они освящают, когда и патриарх стоит там, мир где возливается, он разглаживает, этого никто не... Сегодня все это открыто, потому что это все напечатано и распространено. Сегодня тайны уже никакой в этом нет. Первые христиане, говорили, они приносят жертву детей, это они тело едят человеческое. Сегодня это уже столько написано и у Льва Толстого других, что, ну, как говорится, секрет Палешинеля. Тут уже сегодня на обстановке такая, что это все открыто, известно. И мы ничего тут не добавляем к тому, что есть. Ну, а... Скажите мне, пожалуйста. Оглашенные за дети, они не должны... То есть это дается возможность им приготовиться к окрещению, чтобы они знали, что они не готовы. Это вот это разделение у нас как... Оглашенные за дети, у нас чуть не треть часть бывает, новые люди, и они выходят... Ну, у нас некуда, отдельный коридор, потому что мы ничего не видели. А другие священники ничего этого не делают, они просто выбросили эти слова. Этого нельзя делать. А я не раз говорил, скажите, пожалуйста, вот сейчас оглашенные дети... А вы знаете, когда настает этот момент службы, когда я был в храме еще, говорится, а я изучил сначала литургию, и смотрю там, оглашенные главы ваши Господу преклоните. Тогда все преклоняют. И всякие крещеные преклонил. А потом, говорится, оглашенные языки дети. Никто не ведет. Я смотрю на бабушку, и говорю, бабушка, вы поняли, что сейчас сказали? Вам придется выйти сейчас. Почему? А потому что они лишь на интуитивном уровне слышат только «Слава отцу, все, крестится, слава отцу, преклоните все». Даже не понимают хода службы. Вот. И превратили лишь в слова. Исхожу из того, что вот вы сказали правильно, но по каждому отдельному пункту начинают трудиться. У меня подход такой. О чем бы я ни услышал, я мгновенно включаюсь в работу и начинаю трудиться с людьми. Вот конкретно. Я просто перечисляю. Ну, это такие маловажные, что сказали тут. Закрыл дверь и все. Много беспризорных. Три миллиона. Беспризорных в стране. А что делать? Я ничего. Я просто образую детский лагерь. У меня волонтеры. Я 43-й год начальник детского лагеря. Тысячи детей отдохнули. Лагерь комплексный. Могут пребывать родители. Нет сезонности, все лето можно. Понимаете? 53% детей полностью бесплатно. Старались достать даже одежду. Иногда билеты покупали. Вот вопрос, как называют проблема. Пфу, окаянное слово. Это для понятия вам. Вот конкретный вопрос. Простопников много? Ну, что? Много действительно. Я говорю, ну и что дальше? Я иду, работаю в тюрьме бесплатно. 17 лет. Иду по камерам. Проповедую, свидетельствую, заносим что-то. Потом они выходят, встречаемся. Вот этот вопрос. И в церкви, чтобы был непорядок, я мгновенно вмешиваюсь в это дело. Так они не примут. А от меня не зависит. Бог судит то, что я, мое намерение. А они где-то попрепятствовали. Они говорят, Павел препятствует нам говорить слово. И дополняет меру своих отцов. Ничего нет. Что, что вы сказали, это истинно так. Но в любом вопросе вы должны увидеть свое место, где вас в этой ищейке Бог будет искать. Вот сказали о чем. Вот оглашенные за детей не выполнять. Я начинаю с батюшкой говорить. Он говорит, когда понял, я сам должен выйти из храма, я говорю, выйди. Хоть один храм очистится. А что бы вы сделали будущим священником? Я говорю, купил большой амбарный замок и повесил на храм. Чтобы ни одного человека не было. И в ограде начал бы сразу заниматься. А уже месяца через два-три помаленьку, по одному, по два. И церковь бы увеличилась в размере. Как было во времена императора Дейки 249-251 год. Он пришел к власти, как ударил, одна пыль пошла. Церковь почти опустела. Но сразу же началась работа. И уже через три года совершенно возрожденное свыше наполнили храм, а его убили. И все. Вот нет невыносимой обстановки. У меня в жизни ни разу, вот Игорь, не было, чтобы, ну, что-то было, я сказал, это невыполнимо. Я только спрашиваю, скажите, а передо мной кто-то проходил здесь? Ну, а вы как считаете? Я людей собираю, там, в университетах, всем задаю вопрос. Скажите, в этой обстановке вы слышали, можно было что-то сделать? И, наконец, они говорят, я знаю, делали там, даже в литературе где-то. Я уже включаюсь тогда. Меня приглашают в Америку. Приходит приглашение от митрополита в Канаду. Я в университетах везде, везде задаю вопросы, стоит ли мне ехать? Уже все. Выезжаю в Москве, там собрались писатели. Еще один раз вопрос, и только одна женщина, она была узницей Христовой, Крахмальникова Зоя Александровна, она мне сказала одно слово, и я поехал. Вам придется работать среди этих людей. Вы будете слышать разное, и вы не будете знать, что действительно, вы должны увидеть своими глазами. И я там был, и проповедовал, и ездил с континента на континент, с одного океана на другой. И теперь не жалею. В любом вопросе, что бы ни было, просмотреть и начинать делать. Главное, как мне нравится выражение Наполеона, он говорит, главное ввязаться в драку, а там видно будет. Не, я считаю, что нынешние священники это очень агрессивные люди. Ну да, так и есть. Если он не найдет тебе, что ответить, это видно по его по его манере отношения к себе потом. Вот я скажу вам, смотрите, мы приезжаем в район. В каждый район я завожу свои 38 книг, в библиотеке дарю. Это почти полтысячи библиотек, от Дальнего Востока, Владивосток, до Лиссабона проехали. И священник выходит однажды и говорит, сестры, братья, у нас тепло в храме? Тепло, батюшка, отец Александр, спаси Христос. Так это я книги Игнатия сжег. Понимаете? Он похвалился. Ну и казалось бы, вот антихрист настоящий. Дальше получается так. Новая архиерея у нас, сейчас здесь, в Барнауле. Отец, это, Владыка Сергий Иванников. Отец Аким приглашает. Архиерея дает, видимо, звонок туда. И этот священник приезжает в Потеряевку. Теперь он приезжает, и он рядом стоит на фотографиях, везде, и служит в нашем храме, с моим братом, родным отцом Акимом. И все. А теперь он зовет нашего брата к себе, и тот у них там разучивает баптистские песнопения, и все поют, он говорит, приезжай еще. Но казалось, там крест поставить нет. Никогда не надо опережать события. Вот этот самый отец Александра, теперь он, как будто это совершенно другой человек. В другом месте так же. Он кидался, прям людей подготавливал, там Вячеслав, кажется, звать его. Но вот случилось так, что я не могу сказать, то ли по приглашению, то ли по указанию архиерея, он к нам приезжает. А там наша сестра, знакомая, Татьяна. И она говорит, он когда приехал, я его не узнал. Он говорит, у него глаза сияющие такие, он весь светет, прямо говорит, где я был, потеряю, там совсем другой народ. Как они веруют. Там прям огнем. Я смотрю ваше видео, там действительно. А оказалось, на нем крест поставить. Уже все. Я не один раз видел. Никогда. Вот вы что увидели, это хорошо, что у вас глаза не закрыты пеленою человека угодищества. и начинайте работать. А как? Ну, в первую очередь, у меня третий том, вы в интернете посмотрите, открытым оком третий том. И там пособие по изучению Евангелия от Марка. Вот этот третий том скачайте себе, там немного, может быть, страниц 50 всего. И подойдите к батюшке, скажите. Ну, и трехтомник, Новый Завет, который у меня выпущен. Пригласите его, он не пойдет, но он зван был. И теперь собирайтесь, хотя бы два человека, прослышат другие, третий, четвертый. Будет группа. Группа все время наставляет их на то, что мы будем помощниками у батюшки, когда он пробудется. И увидите, как начнет лучик света пробиваться. Знаете, я, если пойду к священнику с книгами или со своими идеями, я уже наверняка знаю, что мне скажут, что Игорь, тебе сегодня делать нечего, что ли? Допелка. Ты куда? Не, я не потому, что часто хожу, мы очень хорошо друг друга знаем. И я понимаю, что эти люди, их, они настроены на подслужить и делать свои дела. Никакой проповеди за оградой оно не слышится. А те люди, которые услышали проповедь в ограде, остаются во грехах. Понимаете? И я вспомнил слова, мне кажется, у пророка Исаии, где в тот день семь женщин ухватятся за одного мужчину. Да. Говорит, свой хлеб будем есть, но только дай нам называться твоим именем. И это для меня говорит он на нынешнем христианстве. Это люди хотят снять с себя позор, якобы, чтобы не были народом без религии, без Бога. но делать свои дела будут. Свой хлеб будем есть, только дай нам называться твоим именем. Пусть мы будем христианами только, но будем делать свои дела. Ну вот в этой обстановке надо начинать работать. Какая бы ни была обстановка, хорошо, что вы знаете ее. Теперь какое я принимаю участие, чтобы изменить, переломить обстановку. Вот что от вас теперь зависит. А для этого что нужно? Усиленная молитва, чтобы вас знали и помогали молитвенники. Молитвенная группа должна быть. И вы начните. А иначе вот когда человек это знает и ничего не делает, у него появляется осада, какалина и яд. Все разъедать будет. Я не хочу попасть их видеть. Дальше пойду в любую секцию. Не, 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 не. Но я говорю, я не о вас, я вас не знаю. Я говорю, обычно бывает. Почему? А потому что все время внутреннее недовольство и вот это ворщание. А у меня проходит маленькое время, немножко где-то, я опять выхожу на священника, как бы помочь ему. И вот вчера мне один пишет. Вот батюшке я стал говорить, он говорит, да чего это мне вот тут противно, вот этот Латкин слушать не хочу. Я, говорит, опять говорю, а он посолит, знаешь, и все-таки Игнатий, говорит, на сто процентов прав. Он увидит, что его не мог сломить, а внутри у него другое было. Он боюет подсех, чтобы его не посчитали чужим, чтобы свои его не задолбили волки, лютые волки. А потом, говорит, он, говорит, на сто процентов прав. И все. Недавно у нас архиерея наша. Мы-то находимся в русско-православной зарубежной церкви, числимся, мы не подмосковской патриархией. Мы признали каноническом общении, но прямо напрямую под патриархию не идем. И архиерей, говорит, вот я, мне передали так уже с перекладными, благощинные собрались, когда он выступил и говорит, вот один вопрос надо обсудить. Я Игнатия Лапкина думаю пригласить в семинарию. Но они молчат. Он говорит, он ваш авторитет развеет тут, говорит. Быстро. Как отец Андрей Кураев сказал, послушайте, Игнатия Лапкина, вам контрастный душ обеспечен. Да, да, да. Ну, а если, когда мы искренне к Господу обращаемся, Он полагает на сердце, куда повернуть нам оглобли. И Бог делает так, чтобы он не был зарытый. Совершенно верно. Я увидел все в православии. Я увидел проповеди, но я не увидел жизни. Я не увидел жизни во Христе. А вы будете когда-то в Красноярском крае, нет? Я думал приехать к вам, но, как понял, у вас там строго только по паспорту, как сказать. А вы еще без паспорта? Нет, я имею в виду у вас строгие закона там. Ну, а какие строгие, скажите? Я так иносказательно сказал строго. Бороду не бредите? Бороду не трогаете? Нет. Не трогайте бороду. Курить не курите? Нет. Ну вот. А что больше-то? Ну, вы знаете, не я хотел... У нас не строгие правила, просто простые правила. Я думал, если вы поедете, мы-то в Алтайском крае живем, Красноярск, там недалеко Абакан, и там служит отец Геннадий Фаст. Ну, я знаю, я смотрел ваши ролики, его беседы с ним. Но там, мне кажется, рядом еще и Виссарион. Ну, это дальше там. Другой Христов. Это антихрист на узкой земле. Это антихрист. А отец Геннадий Фаст, вы его биографию знаете? Нет, но я как понял, этот ваша дича, рожденная в Боге. Да, он теперь магистр благословия. А до этого он был... Много наставников, мало отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благорестованием. Да, действительно, рожденный от благовестия, вот это имеет подлинное название отца, а остальное так, по чину. Поэтому я, когда я вижу, что представляется отец Феогност, я вспоминаю слова Иисуса Христа, а, может, этот священник хочет, чтобы к нему так обращались? Или же все-таки он действительно его дичок? Потому что апостол Павел говорит, мало отцов, а, видимо, сейчас много их. Да. В зависимости от прихода. Но я родил вас благовестием, тут уже несомненно. А чтобы родить благовестие... Вот кто родил меня, тот и будет не отца. не сидеть на одном месте. Совершенно верно. Поэтому, что я, я что хотел сказать вам еще. При признании... Ведь сатана знает наверняка лучше богословие, лучше нас. Это несомненно. Он не пользуется книгами, он и так знает все. Признании всего. Даже при молитве, но без жизни. Даже стоя, если мы в храм посещаем, молимся там со всеми. Но если нет жизни во Христе, то я вспоминаю слова пророка Малахии, кажется, да? Когда спросили, от чего рубцы на руках твоих? Он говорит, это от того, что били в доме любящих меня. Вот я считаю, что мы бьем Христа в его доме, когда они следуем его западе. Видите, вы знаете Писание и проще. Вам, как в мире, говорят и карты в руки? Нет. Я... Вот мне все-таки как бы очень сложновато попасть в руки людей, которые не хотят тебя слышать. Ну, кто ты, чтобы нас учить? Мы окончили семинарию. Ты кто? Выходи на исповедь, причащайся и все, ты нам хочешь еще что-то сказать? Тогда я не говорю с этим людьми. Я был в Томске. Они старше меня, они не способны меня выслушать. Ну, может быть, так. Вот я был в Томске и не оказалось там епископа. Где-то он был. А мне сказали, вот преподаватель семинария, он там хором руководит, клиросом, ну, вот с ним поговорить. Он вышел, я его не знал еще, бурмистров. А он на меня лютым волком. Прям тут же при семинаристах набросился. Я показываю, я книги приехал передать ему, подарок сделать. А он меня начал со всех сторон клеймить, а знать еще не знает. И видно, гонит горящику. Я ему показываю книгу симфонию на жития святых. Сколько лет я потратил на нее. А кто благословлял? Я открываю там два епископа только благословения. От Московской Патриархии и от Русской Православной Зарубежной Церкви. Он не может тебе сказать, а когда это было? Посмотрел. Так это, так что оно благословение прокисло или еще? Интересно прям до того. А я теперь спрашиваю там один батюшка, я говорю, ну где он? А его уже нет в семинарии. Ну, еще на него было смотреть. И о нем ни одного доброго отзыва нет. А я пошел в храм, огрежен, ну, много нехороших слов сказал мой адрес-то. А я пошел, когда в храм смотрю, он долго на исповеди. А мне мысль пришла, уж не каяться ли он в своих грехах. Мало ли еще бывает. Есть такая у русских пословица наплевать да забыть. А ты делай свое дело. Так испортился, а он что? Что тебе до того? А ты иди. Вы помните? Вот так. Да, я вспоминаю слова Христа, когда вижу вот такую неправильность. Христос говорит людям, которым проповедовал, говорит, оставьте их. Именно о священниках. Говорит, оставьте их. Священник это врач. Это слепые, слепые, которые водят слепых. Оставьте их в покое. Вы как врач увидели болезнь. Вот у вас уже первый шаг сделали. Но дальше-то надо вращивать, а теперь посмотри, как бывает больной, который не слушает. Янг Златоуст говорит, вот пастух, допустим, заболела скотина, там повалил ей, там налил креолину, там что, червей выковырил, а у человека свободная воля. Он болен, он изъеден червями, но не принимает этого. Но попытайся как-то найти. Может быть, может быть. Я не говорю, что к каждому, но новый день рождает новую надежду. Это люди, которые не признают свои болезни. Если врач ставит диагноз, он говорит, вы знаете, я не задержусь в вашей больнице ни минуты, потому что я здоров. Но он выходит на улицу и умирает. Потому что не поверил Господу. Вот все решает молитва. Вот не принимаете чего. Вот мы ехали, представьте, 117 тысяч километров за 7 с половиной месяцев, за 3 летних сезона. Ничего нельзя сделать, совершенно никак. Вот мы нынче были в Турции, 1650 километров. У нас нигде не было такого сильного свидетельства молитвенного. Мы около 12 часов стояли на молитве с поднятыми руками. Вокруг одни турки. И как Господь сломил все сопротивление, и как они расположились, и нас старались чем-то угостить, накормить. Вот как. Молитва. А молитва означает я дал место Богу. Бог нас попугал, остановил, а мы на колени. Где они молятся, мы рядом. Они нас попугать не дадут. Они верят себя домой. Я молюсь, но я верю, что Бог меня слышит. Но из всего, что я просил Бога, Он мне ничего из того, что я просил лично, ничего не дал. Ну и ладно. А я наоборот говорю, у меня не было ни одной молитвы, которой Бог бы не ответил. Есть только одна такая тайная. Я говорю, Господи, зачем 40 раз Господи помилуй, убрать бы это из богослужения, это полное неверие Богу. Вот о чем прошу. Это некая магия. Да. Да, магизм. Вот я еще начинаю просить. В первую очередь я друзей всех собираю. А дальше как Бог, Господи, тебе это угодно. Вот поэтому я и говорю, все, что я просил у Бога, ничего не дал мне. Ну, значит, это не угодно было. Так, я больше не буду. Что-то опять замкнуло. Он мне так считает нужным. Так, что-то замыкает. Ну, ладно, давайте прощаться. Если у вас будут вопросы, вы можете примерно в это поздновато сейчас. Часа на три раньше, на два. На три. Выйти. Хорошо. Вот заметьте, какое время мы разговаривали. Если Господь... Знаете, наверное... Да, если Господь позволит, ну, хотя бы раз в месяц выбирайтесь. Хорошее вопрос. Каждое воскресенье может... Да, может, у вас товарищи такие будут, которые хотели бы что-то узнать. Я один в этой жизни. Вы один? Я один. А вы где-то работаете? Да. А у вас какая специальность? Ну, я оканчивал университет физкультуры и спорта еще раньше. Ну, спорт – это не работа. А конкретная вы... Нет. Я мы как-то... Плотник, плотник. 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 Но я профессиональный строитель, прорабом был. Я работал пищником 40 лет. Это хорошая работа. Она третья по значению. Первая – земледелец. Вторая – текстильная промышленность. Тело Господь накрыл. И третья – жилище. Нору выкопал. Ну, все, Игорь, с Богом. Все, до свидания. Ольга, сообщите, где она выводит на вас. Скажите, что мы встретились. Какая Ольга? А кто вам от меня пересылал-то? Я же ВКонтакте-то не работаю. У меня пересыльные. Вы так и не поняли? Я не знаю, кто. Это модератор. Администрация. А вы, конечно, и не знаете. Она мне перекидывает. Кармелак там называет. Я говорю, ну, где он? Давай его сюда. Выкинь ему мой пароль, там, логин. Это Ольга. Ольга. Она администратор. Я на ВКонтакте не бываю. А вы на нашем форуме бываете? Да. Там называется… Форум, может, называется «О посвете Библии»? Да. Это сайт. Сайт. А, на форуме и… Форум Игнатия Игорьевна. Называется. А на нашем канале Ютубе бываете, да? Да. И сегодня был. Вот если Господь будет… Примерно через неделю, вот этот наш разговор, ролик будет стоять. И Сергея мы перешли… Поудаляйте, что неправильно. И еще все правильно. Я ничего нигде не купирую. Все свое время окажется годным, как Писание говорит. Ну, до свидания. До свидания. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо, Христос. Я тоже доволен. Буду услышать вас и жду ваших молитв. Слава Христу. Так, я надпомолючусь. Слава Христу. Видишь, как встретились. Отключайтесь. Вот так. О, давай-ка скачаем. Подписывайтесь на мой канал. В основном. Вот так. На самом деле. Спасибо.